Это вот... Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня будет долгожданное видео «Вопрос-ответ». В Инстаграме я сделала пост, чтобы люди задавали вопросы-ответы, потому что давно я не снимала это видео, и, скорее всего, вопросы накопились. И да, 91 вопрос. Мне хочется ответить на все вопросы, но я не смогу на все вопросы ответить, потому что, естественно, здесь есть постоянные вопросы. Их я буду пропускать. Что касается, где мой муж, там, и многие вот такие вот похожие вопросы, вы можете посмотреть прошлое видео «Вопрос-ответ», я там отвечала. Итак, давайте поедем. Первое. Привет, Селеночка, хотелось бы узнать, когда будет фан-встреча в Ростове. Фан-встреча в Ростове будет 28 числа, в субботу, в 3 часа. Я не знаю, когда это видео выйдет, до или после, но я сделаю видео отдельное на встречу, и в Инстаграме будет информация везде. Как тебе вещи из фикса? Нравятся? Какие-то нравятся, какие-то не очень. Ну, в общем, нравятся, потому что офигенская цена. Просто какой-то милашкой себя порадовать. И вообще, я люблю фикс. Это прям, ну, прям, не знаю, для меня. Магазин для меня. Дальше. Какие качества ценишь в парнях? Какие в девушках? С какими качествами людей не меряешься? Какие качества я люблю? Я люблю вообще в людях внимательность и заботу. То есть человек, чтобы не только увидел какие-то вещи, да, заметил, но и позаботился ещё, потому что можно видеть какие-то вещи, но не заботиться, и это какая-то фигня. Я люблю людей добрых. И я не разделяю мужчина и женщина. Я считаю, что качества человека, они должны быть и в мужчине, и в женщине. Я даже, не знаю, нет такого, чтобы что-то в женщинах, что-то в мужчинах отдельно. Нет, именно в людях. Это первое. Чувство юмора дальше идёт. Взаимопонимание, естественно, очень важно. Но это, мне кажется, для отдельного видео тянет, честно говоря, вопрос. Как ты начала свою карьеру певицы? Ой, это тоже... Это тоже можно отдельное видео. Как я начала? Моя мама, на самом деле, пела. Всю жизнь пела. Пела в ресторанах, в Ростове, пела в ансамблях. Она даже нигде не училась, у неё такой талант природный, голос у неё был классный. И, конечно, с детства я хотела быть похожа на неё. И будет у меня, на самом деле, видео, как я вообще начала писать песни. Вот как я начала писать, да. Я хочу отдельное видео снять, потому что у меня будут там ещё вопросы какие-то, да. Дальше. Селена, расскажи про Москву. Какие твои впечатления о жизни в Москве? Это будет видео отдельное. Дальше. Селена, привет. Если будешь отделывать ванную комнату, в каких бы тонах оформила? Либо голубой, либо белый. Всё. Я люблю всё светлое. И ванну тоже. Я не люблю тёмные цвета, я не люблю разноцветные, пёстрые. Вот какие-то такие. Может быть, было бы какой, знаете, такой еле-еле зеленоватый, еле-еле там голубоватый. Вот может быть что-то такое. Но оно должно быть всё такое пастельные тона. Можно миксовать, можно однотонно. Вы снимаете видео и с каждым разом усовершенствуетесь. Чего бы вы хотели максимально достичь в этом деле? Максимально я бы хотела достичь просто безграничное количество подписчиков, чтобы зрители прибавлялись и смотрели, чтобы им было полезно то, что я делаю, чтобы я понимала, что каждый день я живу не зря, да, с пользой для других. Я бы хотела, естественно, чтобы YouTube помог мне стать финансово-независимой, чтобы я ни в чём себе не отказывала в плане финансов, реализовала много каких-то интересных проектов, как и помощи другим, так и для себя, и для своих близких. В общем, путешествия. Я хочу быть не привязанной к одному какому-то месту, я хочу путешествовать, и чтобы на всё это были у меня финансы. Вот, и я думаю, что вообще я просто нашла свою стезю какую-то, потому что я себя здесь чувствую как рыба в воде, и я получаю безумное удовольствие, я не представляю, чтобы и день прожить, не снимая видео. Вот. И максимально это всё, максимально это полная реализация себя в этом деле и финансовая независимость. YouTube даёт такую возможность. Следующий вопрос. Что для тебя идеальная квартира? Дальше девушка пишет, что для неё идеальная квартира. Для меня идеальная квартира — это чтобы было просторно, это чтобы было красиво. Я не буду вдаваться в подробности, да? Это чтобы было безопасно. И всё. Безопасно, красиво, просторно. Класс. Очень вопрос просто длинный. Надо думать, фантазировать. Это такой творческий процесс. Привет. Что поменялось в тебе после рождения ребёнка? Мировоззрение, поступки и тому подобное. Это тоже тянет вообще на отдельное видео, поэтому я кратенько отвечу, что поменялось. Особо ничего не поменялось, что касается мировоззрения. Я всегда смотрела на всех детей, как на своих. Ничего не поменялось. Стало, может быть, больше понимать матерей, что действительно с ребёнком тяжело, что женщинам с детьми нужно везде уступать дорогу, потому что дети капризничают, мамы загнанные. Я просто стала больше понимать женщин, которые имеют детей. Раньше я это не так понимала, как с ними на самом деле сложно, и что нужно везде просто зелёный свет давать им. Зелёный, зелёный, зелёный. Потому что пропускать, потому что быть матерью — это на самом деле большой труд, большая ответственность. Первое время, да, с ребёнком ты просто не уделяешь себе внимания всё ребёнку, поэтому такие женщины заслуживают особого внимания, особой заботы от других людей. Домик, в котором ты живёшь, ты его снимаешь? Нет, это мой. Хотели бы переехать в Москву? Пока нет, может быть, в будущем. Селена, хотела ли бы ты ещё одного ребёнка, как бы назвали, девочку или мальчика? Да, я хочу ещё одного, может быть, потом ещё одного. И мне не принципиально мальчик или эта девочка. Я, честно говоря, не разделяю для меня вот ребёнок и ребёнок. У меня просто внутри, вот честно вам говорю, просто нет вот этого, кого я хочу, потому что я в себе это как бы заблокировала. Может быть, поначалу где-то, когда ещё я не была даже беременная, может быть, у меня были какие-то такие мысли, но я их сразу пресекла, потому что я не хочу желать чего-то того, а будет потом что-то другое. И получается, что тот другой нежеланный. Вот, например, я очень-очень хочу девочку, и типа мальчик нежеланный, понимаете? Девочка желанный, мальчик нежеланный. Ну да, на тонком уровне это так и есть. Может быть, грубо скажут, да нет, мы хотим любого ребёнка, но нет. И я не хочу, чтобы ребёнок где-то, это же всё энергии, это же всё вот всё пространство, оно из одного. Я не хочу, чтобы даже нотка какая-то до моего ребёнка дошла, что он может быть нежеланный. Что я не хочу того там девочку, которая там хочу мальчика, или я не хочу того мальчика, я хочу девочку. Я просто на корню вот это вот различие убиваю. У меня есть ребёнок, или будет ребёнок, и мне не важно какой. Очень круто, если будет два пацана, два защитника, уже три будет, да, если будет у меня второй ребёнок, уже три защитника будет у меня вместе с мужем. Если будет девочка классно, принцесса, мы будем расти её, будет защитник, вот он, расти её. Круто! Я готова и к тому, и к тому. Единственное, что с мальчиком будет сложно, мне будет выбрать имя, но мы его обязательно выберем. Для девочки у меня есть имена, но почему-то моему мужу они не нравятся. Это Мирослава, это Вероника. Вот. Поэтому, наверное, тоже сложно будет нам с выбором девочки имени. Селена, зачем ты отключила комментарий? Ответила. Как ты считаешь, может ли ребёнок вырасти без отца, если муж на расстоянии? Конечно, ребёнок может вырасти без отца. Вот, пожалуйста. Я ребёнок выросла без отца. Там, ну, моя мама была в разводе уже даже. Ну, как бы мы с отцом всегда вместе были, но я так скажу, что он не выполнял свои функции, все как отец, полные, да, какие должен отец, в принципе, выполнять. И я считаю, что вот мы такие с братом выросли без отца. И я вам скажу, что у меня брат, это просто мега-мужик. Мега-мужик. Работает начальником. Человек серьёзный, на которого можно положиться. Добрый при этом. Сильный. Настоящий защитник. То есть вырос без отца. С головой. Мама нам дала хорошее воспитание. Поэтому всё зависит от того, кто тебя воспитал, с какими качествами, как тебя воспитал. Я думаю, да, много зависит от этого. Спасибо нашей мамулечке за это. Так что вполне можно, конечно, воспитать. Как ты относишься к лёгкому поведению девушек? Как я отношусь к лёгкому поведению девушек? Я... Да никак не отношусь я к ним. Я девушка нелёгкого поведения. Я считаю, что мужчинам это нравится. Нравится девушке лёгкого поведения, потому что это доступно. Мужчины все повёрнуты на сексе практически. Поэтому, когда им что-то легко достаётся, это классно. Но это ненадолго. И у них даже где-то, мне кажется, на подсознании есть, что девушку лёгкого поведения с серьёзными отношениями иметь не хочется. То есть с ней классно здесь разово. В общем, лёгкое поведение девушек для самих их, ну, нехорошо в будущем, если они хотят серьёзные отношения. А к самому лёгкому поведению девушек, но если им нравится, и они никому не причиняют вреда, ради бога, ведите себя легко. Селина, хотела бы ты, чтобы Дэнни стал видеоблогером? Почему бы нет? То есть у меня нет такого желания. Я хочу, чтобы он стал видеоблогером. Но я не против. Я видеоблогер, мне нравится эта стезя. Если ему будет нравиться и хотеться так стать, пожалуйста. Какое у тебя образование? Как ты училась в школе? Какие взаимоотношения у вас были с одноклассниками? Кем ты хотела стать, когда вырастешь? Образование у меня профессиональное и незаконченное высшее. В школе я училась на тройке. Взаимоотношения с одноклассниками у меня были не очень. У меня было только несколько подруг, и всё. И кем ты хотела стать, когда вырастешь? Я хотела стать всегда звездой. Селена, веришь ли ты в экстрасенсорику? И происходило ли в твоей жизни что-то мистическое? Я, честно говоря, не вспомню. Я не акцентировала никогда на это внимание. Я не из тех людей, которые что-то... Я верю, что есть такие люди, конечно, которые могут видеть больше, чем остальные, с какими-то способностями. Но я не такой человек, который верит, что если что-то у меня там случилось, и виноваты какие-то там злые силы и так далее. То есть я не акцентирую там внимание, и я не вспомню ни одной истории какой-то и знакомых, потому что мне эта тема вообще в принципе не интересна. Покрасилась бы ты в брюнетку? Нет, не хочу краситься в брюнетку. Хотя покрасилась бы, вы так спрашиваете, как будто если бы я поспорила. Если бы я поспорила на что-то, смотря на что, конечно, могла бы покраситься без проблем. Веришь в Деда Мороза? Без комментариев. Какой ты была в детстве? Хулиганкой или спокойной девочкой? Я была достаточно спокойной девочкой. Не скажу, что была хулиганка. Расскажи, о чем мечтала в детстве? Я, например, мечтала построить приют для кошек и собак. Я мечтала стать звездой. Всегда. У тебя столько энергии и идей. Скажи, пожалуйста, что тебя заряжает в жизни, что помогает быть на позитиве? Не знаю, я родилась такой позитивной, на самом деле. Вера в оптимист и позитив — это, короче, я. Вера в светлое будущее, не знаю, оно вот до корней меня пронизывает всё это. А что меня вдохновляет? Меня вдохновляют другие люди, которые добились чего-то в этой жизни. Особенно если они моложе меня, то я думаю, блин, ну вот как? Надо что-то делать, надо что-то делать. То есть все успешные люди меня вдохновляют на то, что и я могу, чем я хуже, ничем не хуже, и я начинаю что-то делать, делать, делать. То есть я равняюсь по лучшим людям никак не потому, что кто-то что-то не имеет. Меня вот кто-то что-то не имеет, меня это не вдохновляет. Я тянусь вот туда, наверх, наверх. Я то есть смотрю там кого-то, у кого там уже 2 миллиона подписчиков, к примеру, там, да, какая-то девушка. Я думаю, блин, чем я хуже, тоже надо. Вот я когда зайду в YouTube, посмотрю на блогеров, у кого подписчиков больше, чем у меня, меня это безумно вдохновляет. Я сразу, если мне не хочется ничего снимать, я сразу начинаю снимать, например. Так что успешные люди меня вдохновляют. Много ли времени на сына тратишь за день? Весь день трачу на сына. Только когда он спит, я трачу его на себя. И то бывает, что-то делаю для ребёнка, опять же. Часто ходишь в салоны красоты? Какая любимая процедура? В салонах красоты только массаж, наверное, какой-нибудь релаксовый. Это моя любимая процедура. В салоны красоты хожу нечасто, периодически. Вот, например, сейчас ногти делаю, да? Ногти делаю, ресницы делаю. Винги. И всё, в принципе. Так, сколько стоят виниры, люминиры? По твоему опыту, что из них надёжнее? Всё надёжно, одинаково хорошо делают. Это виниры стоят 6901 зуб, а люминиры стоят около 300001 зуб. Но у меня было отдельное видео про это, поэтому можно посмотреть. Скажи, пожалуйста, на какую модель камеры вы снимаете ваши блоги? Вы можете посмотреть видео, на что я снимаю Селена Свэй. Селена, расскажи, что ты ешь, какое у тебя питание? Я набрала лишь на 6 килограмм. В основном живот, всё ушло в бёдра. Может, ты чем-то занимаешься дома, делаешь какие-то упражнения. Поделись. И хотелось бы узнать, ты хотела квартиру купить, купила или уже не собираешься. Я собираюсь купить квартиру, ещё не купила, всё не так просто. Ем я всё подряд сейчас, но у меня просто нет времени кушать, поэтому я не поправляюсь. В каких сферах жизни помогли знания психологии? Какими принципами пользуешься? Или даже, может, какого-либо направления придерживаешься? О воспитании Дэнни. Я просто учусь на психолога сейчас, и интересно это узнать с профессиональной стороны. Психология — это вся моя жизнь. Даже в каких сферах? Во всех сферах нужна психология. Везде, где ты с людьми. Да даже, где ты не с людьми, а сама с собой. Здесь тоже психология пригождается. Мне была интересна всегда психосоматика. Мне был интересен эриксоновский гипноз, я его изучала. Ну, в целом, коротко вот так вот скажу. Селена, ты не думаешь подстричься под каре? Ты выставляла фотки с каре, тебе безумно идёт. Нет, я люблю длинные волосы и не хочу их подстригать. Селена, могла бы ты стать моделью? Пс. Ты говорила, что была в моденном агентстве. Почему не стала? Почему не стала? Нет, но если, конечно, понимать, что модель, это ты где-то в Америке, там, в Лондоне, на бигборде висишь, то, конечно, да, я не стала моделью, не висела на бигборде. Но я работала в модельном бизнесе в Москве очень долго. Поэтому я стала ею. И зарабатывала деньги этим. Какие были автомобили у тебя? Сколько лет за рулём? Самая серьёзная авария. У меня была Opel Corsa и следующая машина Infiniti X35. За рулём я уже 10 лет больше даже. Самая серьёзная авария, если была. Это на Opel Corsa была серьёзная авария. Ну, как серьёзная, без происшествий, без ничего. Очень много ушло на машину. Кстати, на этой машине тоже въехал в меня один пьяный мужик. И полмиллиона практически теперь восстановления машины этой. И ещё расскажи, если девочки хотят такую же машину, как у тебя, то пусть знают, какой налог на неё. Расходники, расход, то, кто вы и так далее. Хорошая машина. Это не хухры-мухры. Да, расход машины достаточно большой. Но смотря... Расход, ладно, 19. 19-20 расход. Налог 45 тысяч где-то в год. Что ещё? Ну, и ТО. ТО, на самом деле, не больше, чем на обычных машинах. Как бы, не намного больше. Какой у тебя самый дорогой аромат? Самый дорогой аромат. Сразу уже взяла. Это вот... Я не знаю, как читается. Честно говоря, не люблю марки, которые читаются нелегко как-то. Вот я не могу. Всё время... Бо-Ди-Си... Бо-Ди-Си... Зе Викториус. Не знаю, как бы нормально это прочитать. Вот как это можно вообще прийти в салон и дать мне за Бо-Ди-Си Зе Викториус, блин. Вот я считаю, что вот Lancome легко, Dior легко, Chanel легко и вот многие другие даже марки легко. А вот это вот... Короче, вот он аромат. Офигенский селективный аромат. Самый дорогой. Оно около 35 тысяч поможет. Малышуня мой уснул, я его накормила. И теперь мы продолжим в более тихих условиях. И надо нам закончить уже вопросы. Добить. Надеюсь, он не проснётся. Я буду тихонько. Инстаграм или Ютуб? Ну, честно говоря, я отдаю больше времени Ютубу, конечно же. И Ютуб на первом месте, а на втором месте и Инстаграм. Но я одинаково стараюсь развивать две эти сети. Сети. Сети сети. Какой твой аромат парфюма самый любимый? И какая коллекция ароматов есть у тебя? У меня есть отдельное видео, даже два. Нет, одно. Мой парфюм. Или два, не помню. Вот наберите, посмотрите. У меня есть такое видео про мои парфюмы и ароматы. Я показываю, какой мой самый любимый аромат. Теперь уже нет моего любимого аромата. У меня настолько много ароматов сейчас, что под настроение всё. Не могу выбрать один. Любой аромат под настроение. Будет любимый мой на тот день, на то настроение. Скажи, пожалуйста, чем ты пользовалась во время беременности от растяжек? Помогло ли тебе? Я ничем не пользовалась от растяжек. Маслицем там обычно, в общем, как и обычно. Я использую какие-то молочко, масло для тела. Я думаю, что это генетически. Либо кожа предрасположена к этим вот растяжкам, либо нет. У меня нет ни одной растяжки. Не знаю. Может быть, потому что я слышала, что до беременности, когда девушка занимается спортом, хотя, может, это не влияет на это. Хрен его знает, от чего это зависит, но у меня нет растяжек. Могла бы ли ты начать снимать видео о понятиях буддизма? Очень было бы интересно, если бы ты развернуто объяснила, что да как. Нет, я не буду снимать об этом видео. У меня есть одно видео на ютубе, которое называется «Как я стала буддисткой». Можете посмотреть. Я там достаточно развернуто рассказываю то, что нужно рассказывать. А все остальные моменты, это, конечно, сугубо моя личная. Я бы не хотела об этом рассказывать. То есть это такой духовный путь, и он внутри меня. Я даже это видео как бы сняла, это по просьбе, и все. Больше я об этом вещать не буду на канале. Если ты бы могла загадать желание, которое абсолютно точно сбудется, чтобы это было просветление. Всем мне и всем живым существам. увидеть мир таким, какой он есть на самом деле. увидеть мир с точки зрения того, что все состоит из атомов. Увидеть весь этот мир с точки зрения квантовой физики. И вот просто ощутить это, что на самом деле ничего нет, все есть. Я считаю, что это самая высшая радость. И вообще все остальное, все остальные желания, они просто, если уж можно загадать одно желание, какое-то такое крутое, то это, наверное, вот это вневременное такое желание. Что никогда не простишь близким людям? Никогда не прощу близким людям. Ну, смотря каким близким. Смотря каким близким. Например, воровство у близкого человека я никогда не прощу. Измена у любимого человека никогда не прощу. Какое-то предательство там, не знаю. Ну, какие-то такие вещи, которые, если делаются, то, как бы, если делаются какие-то вещи осознанно уже, да, для какой-то цели, для какой-то своей выгоды. То есть вообще не то, что никогда не прощу. Я могу все простить и не таить в себе зла. Даже ту же измену и воровство в моей жизни было это все. Я все прощаю, на кого не держу зла, честно говоря, потому что я понимаю, с чем это может быть связано. Я понимаю, что человека может толкать на все эти вещи. И понимаю, что это нет, бывает нет большого ума, бывает нет того, что человек счастлив там внутри, да, и хорошо себя чувствует. Все это от боли, злости и, в общем, от несчастья. Я прощаю, но так, чтобы держать этих людей возле себя рядом, такого не будет. То есть если я прощаюсь с человеком, то я прощаюсь раз и навсегда. Я желаю всегда людям счастья, независимо от того, что этот человек мне сделал. Я хочу, чтобы люди были счастливы, потому что если они будут счастливы, они никогда не будут делать говно другим, да. Они не будут плохо себя чувствовать и из-за этого делать какие-то некрасивые поступки по отношению к другим. Поэтому я желаю всем счастья. Будут счастливые люди, они будут творить добро вокруг, будут сиять и других на это все подталкивать. Вот, но что касается держать возле себя людей, то нет. И это да, если человек изменил, предал, подставил как-то, украл что-то у меня, да, то да, со мной эти люди больше не будут рядом. Когда планируешь переезжать из съемного дома? Да, я все планирую вот-вот на днях, блин. У меня так все складывается в жизни, что у меня сама, это такая больная тема сейчас для меня, да. У меня есть кое-какие планы, но какие-то все время препятствия вот в этих планах. Я все делаю интуитивно, как бы, да, я вот приехала с Москвы, я захотела снять квартиру, но тоже не очень просто. Я не буду жить в абы какой квартире, мне нужны определенные условия, мне нужно парковочное место, мне нужна консьержка, мне нужна красивая квартира, чтобы там было в ней уютно, удобно, как бы, да, плюс цена, мне не нужна заоблачная цена, я, как бы, адекватно оцениваю все, да, и вот как-то сложно оказывается с этим моментом всем. В общем, все, оно потихоньку идет, у меня меняются какие-то мысли, я уже думаю, может быть, подождать немного, там, другой момент изменится. В общем, все сложно, пожалуйста, не задавайте мне вопросы по квартире. Я что могу, буду говорить, но мне прям бесит эта тема на сегодняшний день. Ты бы смогла простить измену близкому человеку? Простить, да, но быть с человеком после этого нет. Селена, привет, расскажи, пожалуйста, что помогает тебе оставить переживания, оставить переживания. Ну, смотря какие переживания, на самом деле во всем, во всех вот этих переживаниях или еще с чем-то мне помогает здравый смысл. Вот есть у меня какие-то убеждения, есть у меня определенные взгляды, и эти взгляды, они на самом деле, ну, рассеивают какие-то переживания. То есть я могу о чем-то переживать, я села сама с собой, я все это рассудила, поговорила, здравый смысл включила. И вот для меня очень важен здравый смысл. Если здравый смысл говорит о том, что вот так, так и так, то все, какие-то переживания, они улетучиваются. Конечно, можно попереживать какое-то время, понятно, что эмоции, там, это, это, но это не так, что там с головой переживаешь, что это серьезная трагедия. Честно говоря, у меня просто нет времени на это. И я вот все время часто говорю о том, что нет времени, нет времени. Это правда. Когда у человека нет времени, у него нет времени на переживания, депрессия. То есть ты сейчас попереживал, все, ты через минуту забыл, потому что ты занят чем-то, занят любимым делом. Понимаете? Ну, не просто чем-то плохим, естественно, а любимым делом занят. Тебе просто некогда отвлекаться на какие-то переживания. они настолько мимолетные, сейчас ты переживаешь, через полчаса ты это забудешь, у кого-то через день. Сам факт, что будут, конечно, переживания, будут эмоции, но оно всё приходит, уходит, приходит и уходит. Нет смысла на этом зацикливаться. Ну и, соответственно, какую-то ситуацию ты разбираешь, обмусоливаешь её, я обмусоливаю это всё со своими подругами, и потом нет смысла больше тратить энергию. Повод поговорить, и всё. Не люблю тратить на переживания много энергии. Как ты планируешь свой день? Всё интуитивно, ничего не планирую. Ну, например, я могу запланировать, надо съездить туда, 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 и всё как бы. И потом я по ходу пока бегаю, собираю, пишу целый список, потом этот список я всё время забываю дома, что-то вспоминаю, прихожу, всё не так. Короче, у меня нет таких вот стопроцентных планов, всё по списку, которые я всё время забываю. Что делаешь, когда наступает грусть-тоска? Да, у меня наступает такое с появлением Ютуба в моей жизни, и тем более с появлением ребёнка, вообще я забыла, что такое грусть-тоска. Честно говоря, я не помню, чтобы она у меня была. До этого было какое-то... Во-первых, я заметила, что часто люди могут переживать какие-то грусть, тоску, депрессии от того, что они не нашли себя. Вот мне так кажется. Когда человек нашёл себя, он знает, что он должен делать, он знает, к чему он идёт. У него не будет никогда вот так вот просто сидишь, ты тупо, да, и грустишь. Зачем сидеть и тратить время, когда у тебя есть цель, ты её хочешь достичь, и то, что ты делаешь, это твоё любимое и интересное дело. Ты будешь всё свободное время тратить туда и энергию тратить туда. И действительно, это большая роскошь, на самом деле, грустить, сидеть. На это нужно время, понимаете? Депрессовать, грустить. И это всё происходит, я думаю, от того, что слишком много свободного времени у людей. Я так считаю. Даже когда сложные ситуации какие-то в жизни, тоже. Всё спасает. Любимое дело, любимое хобби, любимая работа. Да. И либо дети, потому что дети отнимают очень много времени. И когда где-то тебя кто-то обидел, тут как бы потом вечером погрущу, а сейчас нужно ребёнка накормить, искупать, поиграть с ним и так далее, и так далее. Поэтому вот такой взгляд у меня на это всё. В одном из видео ты сказала, что переедешь жить в другое место. Куда собралась? В Москву или просто меняешь дом в Ростове? Я собираюсь поменять жильё. Селена, а как вы познакомились со своим мужчиной? Вы его искали или он нашёл вас? Скорее всего, он нашёл меня. Хотя не думаю, что он особо сильно искал. Так сложились условия, ситуация вообще всё так вот произошло. Через знакомых, через мою подругу. В Москве мы познакомились. Спонтанно, вообще случайно, негаданно, нежданно. Твой муж смотрит твой канал на ютубе или инстаграм? Да, он всё смотрит. Теперь уже и инстаграм смотрит. Что тебя сподвигло создать канал? Мой друг, он блогер, и он всё время меня толкал на это. Но у меня до этого не было времени, я была чем-то занята другим. Бегала, что-то веселилась. Как-то не было времени на это. А когда я уже забеременела и понимаю, что уже не потусуешься, не побегаешь, надо чем-то заниматься. Я подумала, почему бы и нет, пора, пришло время стать блогером. Ну, я тоже понимала, что это моя стезя где-то. Просто на самом деле как-то, да, мне нужно было оставить всё вокруг и сосредоточиться на этом. Вот. И как только все условия сошлись, что я села, а что делать? Опачки, ютуб. Какой сериал начала смотреть и какой посоветуешь? С сериалами, так, у нас были посты уже и прямые эфиры. Какой посоветую? Мой любимый Доктор Хаус, Теория Лжи, Обмани меня, Лост, Остаться в живых, Во все тяжкие, Чёрное зеркало. Записывайте, это Best the Best, мои любимые. Сотня, Игра престолов, Побег, хотя я его так и не досмотрела, но он интересный. Ну, всё, сейчас в голову больше ничего не лезет. А так очень много сериалов всяких. У меня есть, на самом деле, видео, топ-20 сериалов, моих любимых вообще. Ты всегда на видео такая весёлая, позитивная, а в жизни ты какая? Я в жизни, на самом деле, весёлая и позитивная, только в видео, понимаете, за короткое время я вот, допустим, что-то показываю, траля-ля-ля, всё, весело, та-та-та. То есть в жизни, конечно же, я не всё время такая траля-та-та-та. Я могу и серьёзно поговорить, я могу просто расслабиться, лежать. И вообще, и бывает у меня такое лицо загруженное, 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 что-то там ковыряю, ковыряю, что иногда кажется, что я и грустная, а мне крестинка иногда будет, что такое, что случилось, что случилось? А я просто загружена какими-то мыслями. То есть я нормальный человек. То есть где-то я весёлая, где-то адекватная, я могу и разозлиться, и серьёзное быть. Я не всё время, я, честно говоря, не люблю, когда люди постоянно на веселье вот это прыгают. А как же серьёзно поговорить? Я хочу увидеть человека, который остановился, знаете, вот как бы веселье, веселье, ты как бы такой кутишь, та-та-та. Остановись, хочу поговорить с тобой. Просто расслабься. Я могу расслабляться. А в каких городах была? Я была в разных городах, в разных странах. У меня есть видео на Ютубе, называется «Где я была?». Как ты планируешь развиваться на Ютубе? А, развиваться, наверное. Развиваться на Ютубе, как я планирую? Планирую снимать больше для вас видео, всяких идей интересных. И там уже всё спонтанно будет. У меня есть некоторые идеи, но я бы не хотела о них говорить. Я бы не хотела сейчас растрачивать энергию в свои какие-то наработки. Потому что сейчас я даже ничего для этого не делаю. То есть есть какие-то «тут такой, думаю, сделать проект, такой, думаю, сделать проект». Но это всё в будущем, когда будет больше зрителей, когда больше будет возможностей и финансовой, и вообще какой-то такой. Ну, это я всё держу в голове. И, в принципе, люди, даже связанные с этими проектами моими в голове, они появляются для того, чтобы мне осуществить эти проекты. Селена, скажи, пожалуйста, как ты планируешь свой день и как всё успеваешь с маленьким ребёнком? Ни хрена не успеваю с маленьким ребёнком, не планирую свой день. Что готовишь вкусненького для Дэнни и что из блюд, приготовленных тобой, самые любимые? Не знаю. Я вообще люблю овощную рагу с мясом. Вот. И для малого я тоже готовлю овощи, там, индейку. На самом деле ничего, я не изощряюсь, потому что я не люблю готовить. И порой бывает и времени нет на это всё готовить. Поэтому мясо, овощи, вообще я люблю картошку, сосиски, это для меня. Ну, или мясо какое-то пожарить. Как после беременности похудеть? Если есть лайфхаки, которые тебе помогли, расскажи, пожалуйста. Лайфхаки для того, чтобы похудеть, нету. Нужно упорно тренироваться. Я после беременности пила Леовид 2 недели где-то, и я хорошенечко схуднула. У меня есть видео на Ютубе, как похудеть или что-то, я не помню. Короче, вот есть какое-то видео на Ютубе, не помню, как оно называется. Но там у меня на Леовиде, короче, я. Там есть результат до, результат после, он такой значительный. Но нужно ещё и заниматься. Нужно не жрать и заниматься. Твоё понимание, что такое счастье. Как в тебе происходят перемены мышления о жизни, людях, осмысления происходящего отношения к тебе людей, твоё отношение к людям, их реакции. То есть, как ты это чувствуешь? Ты ведь с многими встречаешься по жизни с людьми. Что можешь рассказать? Как ты растёшь в этом? Рассуждая, думаю, правильно сформулировала мысль. Это вообще у меня зашкал, короче. Вот такие, знаете, вопросы, как что такое любовь, что такое счастье. Это, короче, философия на 3-10 часов и дней вечности. Поэтому это просто так не скажешь. Что для меня счастье? Для меня счастье, когда мои любимые и близкие здоровы и радуются. Счастье. Для меня счастье, оно вообще как в масштабе, да, счастье есть. Так и вот мимолетно, да. Вот в целом счастье, это когда вот у моих близких и родных всё прекрасно хорошо, у них всё удаётся, я вот чувствую, что мне не нужно там где-то грустить по этому поводу или стараться, да. Когда всё получается в жизни, да, вот как-то так вот масштабно, да. Есть такие же мимолетные счастья, как я могу быть счастлива от того, что я, допустим, там сейчас жажда у меня, я очень хочу пить. Я беру, пью, и вот оно счастье. Когда я снимаю какие-то ботинки, которые натерли мне, и вот оно счастье. Когда я вижу, что просмотры, например, на какое-то видео выстрелили за день, и на следующий день опять такие же, и так всё полетело вверх, и вот оно моё счастье. Когда я получаю там деньги, допустим, какие-то там подарочки, зарплаты, всё счастье. Когда мой ребёнок что-то делает впервые или что-то мне понимает, вот оно маленькое счастье. И можно даже сказать, что счастье состоит из вот таких вот мелочей. Если на них обращать внимание, на эти мелочи, то, в принципе, их очень много в жизни. Очень много. Вот представляете, вы ходите в туалет, сходили, маленькое счастье, хотите пить, попили, счастье. Если просто быть внимательными, обращать на это всё внимание, то вы будете постоянно на счастье. Постоянно будет вот этот вот кусочек вот этого вот чего-то классного такого, что возникает во время того, когда происходит что-то, что вам нравится, да? Нравится, нравится, нравится. Чем человек внимательнее, тем он больше будет всё это замечать. И в целом можно сказать, что этот человек счастлив, да? Ну и, конечно же, масштабно. Вот то, что я сказала о близких, друзьях, когда любимый человек тоже как бы всё хорошо, вы там поговорили как-то прекрасно, там, не знаю, какие-то подарочки, какие-то разговоры душевные, глубокие. Но вот это всё счастье. Счастье состоит из мелочей. Какие у вас есть табу в жизни? Надо думать. Вот так вот я не люблю, честно говоря, я вообще достаточно критичный человек, жёсткий в жизни, да? То есть у меня есть какие-то вещи, которые так и так, но сейчас я их не вспомню. Вот. То есть они как бы есть какие-то глобальные табу, не знаю. Наркотики. У меня табу на наркотики. Я не люблю, я не употребляю, я не люблю людей, которые употребляют. Для меня это табу. Всё, наркотики табу. Любые вообще, любые. Ну это первое, да, что приходит в голову. Куда планируешь с Деней поехать в следующий раз? Я очень хочу поехать в Барселону, но боюсь, что в Москву. Мы будем гонять быстрее. Может быть, в Питер получится сгонять. Может быть, там устрою встречу в Питере ещё. Вообще хочу в Барселону, в Испанию съездить, может быть, в Таиланд. Посмотрим. Есть намётки, но всё это не так. Не так просто всё в моей жизни, как кажется. Как представляешь свою жизнь через пять лет? Какой видишь себя? Как представляю жизнь через пять лет? Не знаю. У меня нет, честно говоря, чёткого представления. Мне хочется и путешествовать в жизни, видеть что-то новое, как-то, да, во всяких проектах участвовать. И также мне не хочется особо много переезжать, потому что это утомительно. Хочется иметь какой-то свой постоянный дом, да, полная чаша, дети бегают, все удобства. Может быть, будет... Наверное, я вижу, значит, дом, он либо в Ростове, либо в Москве, точно я не знаю, большой дом, много детей. И достаточно часто мы с мужем и всей семьёй выезжаем куда-нибудь в Европу, в Америку, где-то, может быть, задерживаемся на месяц-два, живём, потом возвращаемся домой. Может быть, что-то вот такое я не вижу, да. Всё у меня вот так вот, вот так вот, да. Но в целом ощущение, которое... Вполне оно будет, что вот так вот у меня всё в жизни. Но в целом ощущение, я знаю, какое я должна испытывать. Ощущение того, что жизнь я проживаю не зря, с пользой, что я реализуюсь, реализуюсь. И если посмотреть то, что было раньше, что сейчас это огромный рост, то есть через пять лет я это должна понимать, осознавать. И жизнь удалась. Я хочу чувствовать вот это, что жизнь удалась. Я реально круто живу, так, как я хотела. Сейчас у меня тоже есть это ощущение. Я живу так, как я хотела, но я всё время хочу больше. Всё время хочу больше. Возможно, через пять лет я то же самое буду хотеть, и ещё больше, но должно быть лучше. Должно быть лучше. Больше денег, больше возможностей. Через пять лет, да, я думаю, много будет. Так, скажи, пожалуйста, боялась ли ты стать мамой? Это ведь такая ответственность. Если да, то как боролась с этим? Да, я боялась, но немножко боялась. Я очень хотела испытать это чувство, стать мамой. Какая-то, мне кажется, это женская миссия. Каждая женщина, наверное, хочет стать мамой, и я хотела испытать это ощущение. И особо сильно не боялась. Меня успокаивало только то, что многие женщины рожают, становятся матерями, счастливы. В общем-то, и всё. И никто не умер. Я переставала бояться. Делали бы вы когда-нибудь ламинирование, кератин, ботокс для волос? Планируете ли делать в будущем? Я делала ламинирование, и кератин делала. Не планирую особо делать в будущем. Мне оно не нужно, и не особо так, чтобы прям... Вау. Где купили такие брючки? В Калзидонии. Селен, я очень давно смотрю ваши видео, не понимаю, как вам удается оставаться в такой прекрасной форме, имея ребёнка и много разных хлопот. Вы очень сильная и красивая. Спасибо. Как удается оставаться в форме? Ну, опять же говорю, да, ничего такого я специального не делаю. Просто действительно мне некогда есть. Сейчас я не занимаюсь, но хочу начать заниматься. Хочу пойти куда-то в зал, я не знаю, в Ростове, где с ребёнком можно заниматься. Где ребёнок, как гиря, чтобы ему было весело со мной заниматься. Там другие детишки какие-то были, мамы. И чтобы можно было с ребёнком ходить, никуда его не оставлять. Вот. Но это всё только в планах, и постоянно у меня нет времени даже просто залезть в интернет и поискать такое место. В Москве я знаю есть, а вот в Ростове я ещё не нашла. Есть какие-нибудь новые идеи для видео, которых ещё не было, и неподходящих под твой контент? Видео, неподходящих под мой контент, нету, потому что контент моего видео — это вообще всё. Я не знаю, что было бы неподходящее под мой контент. Мне кажется, всё, что я делаю, всё подходит под мой контент. Я его вот так вот создала, чтобы у меня не было вообще никаких границ. Есть разные в планах интересные видео, но они все подходят под мой контент. И последний вопрос. Будете ли вы снимать когда-нибудь кулинарные видео? Обожаю ваш канал. Кулинарные видео, конечно, буду снимать, но я их редко буду снимать, потому что я не люблю готовить. Всё, мои хорошие, я ответила на все ваши вопросы. Это будет мега-длинное видео, но зато на все вопросы. Считай, как прямой эфир, часовой, да? Всё, мои хорошие, я с вами прощаюсь. Надеюсь, мои ответы были развернуты, интересными. И тогда увидимся в следующем видео. А, ставь лайк и подписывайся, если ты первый раз. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok